МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Спецпредставитель генерального секретаря по вопросам миротворчества появится при организации договора о коллективной безопасности. Документ приняли на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Инициатором идеи выступил Касым Жумар Токаев. Напомню, саммит проходит в столице Таджикистана. Из Душанбе репортаж Ирины Панфиловой. Без того зеленые благоухающие улицы Душанбе украсили цветами, чтобы успеть к саммиту мозаику мастерили и по ночам. Встречи лидеров организации договора о коллективной безопасности в таджикской столице подготовились основательно. Касым Жумар Токаева и Мамали Рахмон приветствуют на правах принимающей стороны. В этом году Таджикистан председательствовал ОДКБ. Совместное фотографирование. Лидеры стран что-то наскоро обсудили на ногах и сразу же перешли к повестке дня саммита. Подвели итоги деятельности ОДКБ за год. Несмотря на то, что пандемия не позволяла лидерам встречаться лично, они все равно продолжали, пусть и онлайн, принимать совместные заявления по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Расширили межпарламентское взаимодействие и усилили миротворческий потенциал ОДКБ. Мы смогли завершить работу по принятию плана оснащения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это очень важное достижение, соответствующие решения по нему будут приняты сегодня. Поддерживался высокий уровень готовности сил коллективной безопасности для выполнения задач по предназначению. Это крайне важно с учетом напряженной обстановки в соседном Афганистане. Ситуация в Афганистане, как и ожидалось, стала одной из главных тем на саммите. Она существенно влияет на обстановку в Центрально-Азиатском регионе и вызывает большую обеспокоенность. На августовской внеочередной сессии Совета коллективной безопасности мы подробно обсудили вызовы и угрозы в связи с кардинально изменившейся ситуацией в Афганистане. Казахстан поддерживает высказанные на этой встрече подходы и предложения сторон. Готовы предметно работать над их реализацией. Считаем своевременную инициативу таджикской стороны по формированию при объединенном штабе оперативной мониторинговой группы. Это необходимо для организации взаимодействия компетентных органов государств-членов ОДКБ в целях отслеживания обстановки в Афганистане. Необходимо общими усилиями укрепить таджикскую границу, которая является рубежом и своеобразным поясом безопасности ОДКБ, считает Токаев. И отмечает, в Казахстане афганских беженцев и иностранные военные базы размещать не планируют, неприемлемо. Это позиция всех стран-членов ОДКБ. Президент поддержал общее мнение. При этом отметив, что помогать, конечно, нужно из гуманитарных соображений. Именно для этого в Алматы временно разместили персонал полевых миссий системы ООН в Афганистане. По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство. Его состав и его намерение получили разные оценки в мире. Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Более того, страна идет к гуманитарному кризису. В качестве решения президент Токаев предложил по возможности восстановить региональные связи с Афганистаном и пристально следить за деятельностью новых властей, чтобы выработать долгосрочную стратегию. Базовым ориентиром глава государства назвал решение Совета безопасности ООН. Казахстан их будет твердо придерживаться. Предлагаю принять конкретные меры по координации действий и обеспечению взаимодействия в отношениях с новой афганской властью. Наш очевидный приоритет – выполнение новыми афганскими властями их обязательств по недопущению расползания угрозы терроризма в прилегающие страны и регионы. Это же касается наркотрафика и нелегальной миграции, борьба с которыми требует коллективной воли всех вовлеченных сторон. Глава государства призвал партнеров помочь Казахстану в продвижении такой важной инициативы, как создание Международного агентства по биологической безопасности под эгидой ООН. А сам лично сегодня поддержал принятие трех международных соглашений, связанных с правовой помощью, обеспечением войск ОДКБ и миротворческой деятельностью. Все они имеют большое значение. Прошли глубокую проработку, в них учтены позиции сторон, и мы поддерживаем их подписание. В реализации моего предложения, высказанного на декабрьской сессии, мы принимаем решение о спецпредставителе Генерального секторя по миротворчеству. Признателен всем партнерам за поддержку. Уверен, что создание такого института придаст дополнительный импульс в работе нашей организации. Главом государства также утвержден план оснащения коллективных сил оперативного региона ОДКБ с современными вооружениями, военной и специальной техникой, специальными средствами. Конечно, это очень важный для нас и современный документ, реализация которого позволит вывести на новый качественный уровень наши коллективные силы оперативного региона. Участники заседания детально обсудили состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки. К сожалению, позитивных изменений в сфере глобальной безопасности не нашли. Чего не скажешь о мировой геополитике. Там есть значимые сдвиги. Главная из них – это встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки в Женеве, итогом которой стала крайне важная договоренность по вопросам сохранения стратегического баланса между двумя крупнейшими ядерными державами. В рамках ОДКБ мы уже выразили политическую поддержку продлению договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях. Председательство ОДКБ Таджикистан передало Армении. Напомню, в следующем году с момента подписания договора о коллективной безопасности исполняется 30 лет. 20 будет организации. По итогам заседания подписали 14 документов и приняли декларацию. В приоритете остается безопасность. Обеспечивать ее будут во всех государствах, которые входят в состав ОДКБ. Понятно, что особое внимание сейчас уделят ситуации на таджикско-афганской границе. В ближайшее время вблизи нее планируют провести масштабные учения. Участие в них примут и казахстанские военные. Ирина Панфилова, Жандос Бетабаров, Алмас Умаргалиев и Айдос Янтибеков при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Душан Б. Хабар 24. Казахстану и Пакистану необходимо расширять торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество и укреплять транспортно-логистические связи. Об этом заявил Касым Жмар-Тукаев на встрече с Имраном Ханом. Переговоры с премьер-министром Пакистана глава государства провел в Душанбе. Президент отметил высокий уровень двусторонних отношений, основанных на доверии и взаимном уважении, и пригласил Хана посетить Казахстан с визитом. Ответное приглашение Касым Жмар-Тукаев услышал и от собеседника. Имран Хан считает, что важно развивать логистику, которая будет способствовать взаимному сотрудничеству. Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности. Между Казахстаном и Пакистаном крепкая дружба, нет нерешенных вопросов. Мы успешно сотрудничаем по нескольким направлениям, но товарооборот слабо развивается. Из-за некоторых транспортно-транзитных проблем они меня особенно волнуют. Чтобы решить вопрос, предлагаю вам приехать к нам в Казахстан с визитом. Я тоже приглашаю вас посетить Пакистан. Надо найти точки соприкосновения и выбрать лучшие направления для сотрудничества, чтобы нарастить товарооборот. Кампус искусственного интеллекта Назарбаев университета откроют в Алматы. Об этом стало известно во время встречи Ельбаса с президентом вуза Шигео Катсу. В ходе встречи также обсудили достижения Назарбаев университета за 10 лет и ход реализации стратегии дальнейшего развития вуза. Подробности в сюжете. За относительно небольшой период Назарбаев университет стал ведущим учебным заведением по подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров и развитию отечественной науки, отметил Ельбасы. Но главное еще впереди. Созданный по моей инициативе университет в 2010 году принял первых своих студентов. С тех пор прошло всего 10 лет, и наш университет стал основным образовательным объектом страны. Вошел в топ-10 СНГ, топ-100 азиатских университетов, продолжает развиваться. Молодому государству нужны были современные кадры, поэтому я сначала объявил программу «Булашак» и постепенно «Булашак» перешел в наш университет. Мы многих пакалавров перевели в наш университет. И оплата за учебу у нас и за рубежом разница в два раза была больше, теперь в два раза ниже. Я постоянно посещаю, вручаю дипломы. Последние два года из-за коронавируса встречи не состоялись. Надеюсь, что в этом году в университете мы встретимся. Господин первый президент, я очень рад вас видеть вновь после двухлетнего перерыва во время пандемии. И мне очень приятно осознавать, что вы отслеживаете развитие нашего университета. Хотел бы доложить, что за последние три года мы смотрим оценки самого авторитетного рейтингового агентства в этой сфере Times Higher Education, и здесь показываем конкретные результаты. Еще три других университета в Казахстане также участвуют в этом рейтинге. Это КАЗГУ имени Альфараби, Евразийский университет имени Гумилева и Политех имени Садпаева. Альфараби, Гумилов и Садпаев. Кампус искусственного интеллекта Назарбаев университета откроют в Алматы, и, как отметил первый президент Казахстана, уже завершены переговоры с иностранными компаниями, которые займутся реализацией проекта. Дальнейшее развитие нашей программы – это создание кампуса искусственного интеллекта, который планирую я создать в Алматы. Проведены переговоры с иностранными компаниями, которые будут принимать участие и финансировать. История университета продолжается. Это автономное учебное заведение. Принят специальный закон, что Назарбаев университет, это себя оправдывает. Хотя поначалу был скепсис. Абсолютное соблюдение принципа мероприятия, честность, открытость, некоррупционный подход к образованию – все это дает свои результаты, и мы их видим. Будущие университеты еще впереди. Мы будем продолжать развивать. Я думаю, насчет того, чтобы в других регионах тоже создавать подобные. Но уже наш университет стал примером для многих вузов. Они подтягиваются. Шиге Окацу рассказал о достижении ключевых индикаторов стратегии университета на 2018-2030 годы. Он отметил, что по качеству научных исследований Назарбаев университет вошел в топ-30 вузов на евразийском пространстве, составив конкуренцию ведущим учебным заведениям континента. Сейчас в нем обучаются около 7 тысяч студентов. Назарбаев университет был создан, чтобы привлечь своего рода модель «Болошак» в Казахстан. То есть идея была такова, чтобы создать подобный институт, высшее учебное заведение, такого же качества, как и зарубежные вузы, но за более низкую цену. Самое главное – создавать наилучшие знания и, соответственно, распространять эту культуру и знания в Казахстане. Ельбасы поручил нам создать прежде всего научно-исследовательский институт, в котором был бы равный доступ для всех и который был бы открыт для поступления всем талантливым студентам. За 10 лет Назарбаев университет приобрел статус научно-исследовательского центра с сильным преподавательским составом. Методика обучения в Назарбаев университете соответствует всем международным стандартам и не уступает топовым зарубежным вузам. Сабина Балашкина, Хабар, 24. Страны Запада готовятся к новой волне коронавируса. По мнению специалистов, ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы из-за возвращения людей из отпусков, начала учебного года и старта сезона ОРВИ. Италия с октября вводит обязательную вакцинацию для всех профессий. Страна станет первой в Европе, которая пошла на такой шаг. План «Б» для борьбы с ковид разработало правительство Великобритании. Во Франции начали увольнять непривитых медработников. Попасть на спортивные матчи в Британии, возможно, смогут только привитые от ковид-19 граждане. Отрицательного результата ПЦР-теста станет недостаточно. Введение таких дополнительных мер для борьбы с коронавирусом сейчас рассматривают в Лондоне. Кроме того, правительство даже разработало запасной план на зиму. Он включает в себя возвращение рестрикции, удаленную работу и ограничения на посетителей в спортзалах. План осуществят в том случае, если увеличится число госпитализированных и смертность. Пока же власти призывают жителей вакцинироваться. Мы уверены в вакцинах, которые почти вернули нас к привычной жизни. Поэтому мы предлагаем вакцинироваться детям от 12 до 15 лет. Результатом кампании по иммунизации стало то, что у нас одно из самых свободных обществ в мире. То есть мы сняли многие ограничения. Наши предприятия снова работают. Экономика открыта. Поэтому мы продолжаем призывать всех быть разумными. Нести ответственность за себя и окружающих. Ухудшением ситуации будут считать появление штамма вируса, который устойчив к вакцинам. С середины октября итальянские работники смогут попасть на заводы, фабрики, студии и офисы только после предъявления зеленого пропуска. Этот документ свидетельствует о том, что его владелец привит как минимум одной дозой вакцины, имеет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или переболел за последние полгода COVID-19. Причем это касается как государственных, так и частных предприятий. Сотрудников без зеленого пропуска увольнять не будут, планируют штрафовать. А за прогулы работодателям разрешили расторгнуть трудовой договор без компенсации. Такие пропуска ранее стали обязательны для преподавателей, а также работников школ и вузов, что со своей стороны вызвало протесты по всей стране. Они продолжаются и по сей день. 3000 сотрудников социальных служб за день уволили во Франции. Все из-за отсутствия прививки от коронавируса. Накануне в республике вступила в силу требования об обязательной вакцинации сотрудников больниц, домов престарелых, санитаров и пожарных служб в случае отсутствия противопоказаний к вакцинации. Согласно новому закону, трудовой договор приостанавливается немедленно и без сохранения заработной платы. Несмотря на такую угрозу, десятки тысяч специалистов не иммунизировались. В городе Монтелемар на юге страны отменены десятки операций. Там не хватает привитых анестезиологов. Мне неприятна эта ситуация. Мне сказали, что я отстранена от работы, моя зарплата заморожена. Но я ничего не могу поделать. Я должна смириться с этим. Я не знаю, что случится завтра. Наверное, найду работу вне сектора здравоохранения. Отмечу, президент Франции выдвинул работникам сферы здравоохранения и пожарной службы «Ультиматум» еще 12 июля. Получить хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19, либо покинуть рабочее место. Новый закон об ужесточении мер борьбы с COVID-19 расколол общество на согласных и противников. В Китае новый рекорд. В стране полностью привились от коронавируса больше миллиарда человек. Об этом сообщил представитель Минздрава. Таким образом, иммунизацию против COVID на сегодня прошли около 72% населения Поднебесной. Стартовала вакцинация в конце прошлого года. Летом, напомню, к компании добавили подростков старше 12 лет. С возвращением детей в школу добровольную вакцинацию ускорили. Вакцинация – это эффективный метод профилактики коронавируса. В Китае развернута ускоренная иммунизация населения. При этом подросткам от 12 до 17 лет сделали больше 170 миллионов доз вакцины, охватив 95 миллионов детей. Прививку получили также больше 200 миллионов пожилых. В России с 17 по 19 сентября пройдут парламентские выборы. Голосование проведут в течение трех дней. Российский центр «Избирком» уже назвал эту кампанию самой напряженной для избирательной системы. В ходе голосования будут замещены больше 30 тысяч выборных должностей и мандатов. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы, в ряде регионов губернаторов, а также глав городских и сельских поселений. Об особенностях предстоящего голосования расскажет наш корреспондент в России Дана Нуржан. Единый день голосования на самом деле будет длиться целых три дня, так решил центр «Избирком». В связи с этим новшеством отменили и день тишины. Если на прошлых выборах особой гордостью ЦИКа стала общедоступная видеотрансляция практически со всех избирательных участков по всей стране, от Камчатки до Калининграда, то в этот раз видеотрансляция в открытый доступ не попадет. В Москве эту проблему попытались решить, предоставив доступ к видеотрансляции в общественном штабе по наблюдению за выборами. Сюда в дни голосования, как обещают представители штаба, сможет прийти любой желающий практически с улицы, чтобы дистанционно наблюдать за тем, что происходит на участках. Мест здесь, как вы видите, не так много, но это лучше, чем ничего. Немного будет международных наблюдателей. Если в 2016-м их было 800, то в этом году приглашены всего 300 представителей от международных миссий. МИД объяснил, это из-за сложной эпидемиологической обстановки. Проголосовать дистанционно смогут жители только 7 областей России. Рекордное число заявок на участие в онлайн-голосовании зарегистрировали в столице. В списках на голосование в Москве 7 млн 587 тысяч человек. 2 млн 14 тысяч 765 человек подали на дистанционно-электронное голосование в Москве. В столице при этом используют собственную платформу, отдельную от федеральной системы электронного голосования. В частности, в московской системе есть опция отложенного голосования. Это когда избиратель может передумать и в течение суток изменить свой выбор. Исключение голосования под давлением. И данная функция позволяет гражданину переголосовать в течение дня. И таким образом будет учтен последний его голос. Ну, представьте себе ситуацию, что в какой-то экстренной ситуации человеку говорят, отдай голос за того-то, за того-то. Он голосует и приходит домой с того же устройства, переголосует. Власти постарались завлечь избирателей на эти выборы как могли. И в Татарстане, например, среди проголосовавших будут каждый час разыгрывать айфон. Но самые щедрые лотереи проведут в Москве. Среди отдавших свой голос москвичей разыграют 20 квартир, 100 автомобилей и денежные призы. Дана Нужан, Шахзот Гамиров, Россия, Хабар, 24. Научные труды членов Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий нужно включить в платформу глобальной цифровой библиотеки. Об этом заявил госсекретарь страны Крымбек Кушурбаев. Для этого потребуется реализовать ряд специальных проектов, создать художественно-публицистические произведения. В ходе выступления Крымбек Кушурбаев отметил важность информационного освещения деятельности Государственной комиссии. По его словам, нужно обеспечить научную обоснованность и историческую объективность материалов. Были также затронуты вопросы расширения возможностей для издания материалов, в которых будут изложены результаты исследований, а также исторические данные политических репрессий в регионах. Как проверить новость и не оказаться жертвой ложной информации? Эти вопросы обсуждали на Евразийском медиафоруме. Не обошли стороной эксперты влияние пандемии на глобальные процессы, а также тренды и тенденции в сфере медиа и технологий. Напомню, сегодня второй день форума. Продлится он до 17 сентября. Подробности в сюжете. Как бороться с фейк-новостями? Именно с этой темой сегодня стартовал второй день Евразийского медиафорума. На официальной церемонии открытия государственный секретарь Крымбек Кушурбаев зачитал приветственные адреса от Ельбасы и президента Касымжу Марта Тукаева. Они подчеркнули важность столь масштабного мероприятия и отметили, что за прошедшие годы форум стал признанной медийной площадкой по обмену мнениями. Нурсултан Назарбаев в обращении к участникам отметил, что здесь всегда обсуждаются актуальные проблемы и вырабатываются новые подходы к их решению. А Касымжу Марта Тукаев подчеркнул, что спектр обсуждаемых здесь проблем уже давно вышел за рамки медиасферы. В период всеобъемлющей глобальной трансформации, фундаментальных сдвигов, социальных процессов как никогда важно держать руку на пульсе, открыто обсуждать наиболее острые вопросы и вместе находить пути их решения. С началом коронакризиса во всем мире усилился общественный запрос. На качественную информацию возникла острая необходимость борьбы с фейками. Форум дает прекрасную возможность обсудить актуальные тенденции и подходы в этом направлении. Глобальный урон от коронавируса – одна из главных сессий сегодняшнего дня. Эксперты подчеркнули, от удара пандемии не удалось уклониться ни одной сфере, включая журналистику. По их словам, в коронакризис аудитория столкнулась с передозировкой информации, зачастую ложной. Причем потребители готовы были принимать этот информационный фастфуд. И у нас общая задача – это борьба с фейковой информацией. Поэтому я полагаю, что мы должны объединить наши усилия, работать какие-то меры борьбы. И здесь очень радует, что сейчас общество как никогда оценило важность достоверной информации. Надо усиливать разъяснительную работу. И здесь, конечно, очень важно профессионализм журналистов. Именно мнение экспертов и достоверная информация широко тиражировалась. Не только внутри одной страны, но и в целом мировом сообществе. Тема борьбы с фейками плавно перешла в другую профессиональную дискуссию. Руководители и непосредственно журналисты средств массовой информации отметили, что сейчас СМИ должны придерживаться принципов плюреализма, опровергая фейки. При этом читатель или зритель вправе следить за теми новостями, которые ему по душе. Ты можешь доказать, ты можешь провести спокойную дискуссию, выложить все факты. Но все равно большинство будет принимать определенные нравящиеся им точки зрения. Что с этим делать? Потому что эта проблема гораздо глубже. Проблема того, что если ты людям пообещаешь легкий путь в политике, в экономике, они всегда пойдут за ним, а не за более сложным. Это касается не только медиа, это касается всех нас и вообще нашего глобального мира. Ксения Собчак предложила создать международные сообщества признанных журналистов или изданий, которые могли бы следить за соблюдением элементарных норм журналистики. Издания, которые опубликуют фейк-ньюс, по ее словам, могли бы лишать лицензии. При этом другие участники отметили, что несмотря на сложные времена для журналистов, нужно с оптимизмом смотреть в будущее. Медиафорум продолжит свою работу и завтра. Участники обсудят тренды в медиа и будущего рынка труда и образования. Динара Абдирова, Айя Дюсимбаев, Хабар, 24. Казахстанцы все чаще стали сталкиваться с фейковой информацией. Как правило, недостоверные данные публикуют в социальных сетях или распространяют в мессенджерах. Мы запускаем специальную рубрику «Стоп фейк», в которой постараемся максимально оперативно разоблачать дезинформаторов. В Костанайской школе номер 7 опровергли фейковую информацию, которую распространили в социальных сетях. По словам неизвестного мужчины, детям в этом учебном учреждении тайно поставили уколы. К слову, с начала учебного года вышеупомянутая школа работает в штатном режиме. В данное время на карантине 9 классов. В них выявлено 10 детей с ковидом. Все они лечатся на дому. 264 ученика переведены на дистанционное обучение как контактные. Для остальных уроки идут в обычном режиме. С 1 сентября по сегодняшний день никаких прививочных мероприятий в школе не проводилось. Даже разговора о том, что детям будут делать прививки, тем более манту, не было. На сегодняшний день дети посещают занятия в штатном режиме. Никто из детей у нас не умер. Все живы и здоровы. Написано заявление в полицию и прокуратуру по выяснению лица, распространившего заведомо ложную информацию. Надеемся, что этот человек будет найден и привлечен к ответственности. В два раза снизилась смертность от коронавируса в Акмолинской области. Связано это с массовой вакцинацией против ковид, сообщили члены гражданского штаба по противодействию пандемии коронавируса Елюшин Еглеман. Они провели масштабную информационно-разъяснительную работу в регионе. Акцент сделали на достоверности и объективности информации по эпидситуациям в регионах и по темпам иммунизации населения. Чему или кому верить, чем чреваты последствия коронавирусной инфекции и почему вакцинация единственный способ уберечь себя от тяжелых последствий коварного вируса. Об этом жителям Акмолинской области разъяснили члены гражданского штаба. Промежуточные итоги своей работы они озвучили уже на встрече со специалистами, находящимися в эпицентре борьбы с коронавирусом. Медработники, волонтеры и активисты поделились своими наблюдениями. Представители штаба взяли все на карандаш и отметили важность совместной работы и обратной связи. Это не должно быть делом только государственных органов. Новые каналы информации мы знаем, что действуют намного более эффективно. В основном вся информация о той, о которой я говорю, она распространяется в социальных сетях. Именно этим путем мы, как гражданский штаб, пошли. Мы создаем новый контент для убеждения людей, для предоставления этой правдивой информации. Смертность от коронавирусной инфекции снизилась, эпидситуация стабилизируется. Ключевую роль сыграла вакцинация. Сейчас уже привиты 57% населения региона, отметили члены добровольческого штаба. Более 400 тысяч человек должны провакцинироваться в Акмолинской области для создания коллективного иммунитета. На сегодняшний день всего лишь более 236 тысяч человек провакцинировано полным курсом. Будем проводить дальше работу. Мы на этом не заканчиваем. Активисты штаба напомнили, что вакцинация – это дело добровольное. Сегодня все плюсы и объективную информацию о компании разъясняют повсеместно и создают все условия для осознанного выбора. Аслана Буталипов, Анатолий Поляный, Кокшетау, Хабар, 24. Сегодня из Алматы шесть компьютерных томографов передали в медучреждения страны. Их закупила одна из крупнейших нефтедобывающих иностранных компаний. Новое оборудование уже установили в научно-медицинских центрах Алматы, Шенкента, Караганды, Тараза и Уральска. Томографы с 80-рядным детектором окажут врачам своевременную помощь в борьбе с ковид. Они позволят специалистам быстро получать данные, сокращать время сканирования. Добавлю, за последние 18 месяцев во время вспышки пандемии иностранная компания организовала доставку в Казахстан необходимых препаратов, шприцев и средств индивидуальной защиты. От имени корпорации я с удовольствием передаю это высокотехнологичное оборудование больницам и клиникам Казахстана. Мы надеемся, что наш вклад поможет поддержать усилия страны в борьбе с распространением ковид-19. И этой гуманитарной помощью мы также хотели бы продемонстрировать наше надежное партнерство с народом Казахстана, которое длится уже почти 30 лет. В стиле и условия жизни меняются в Казахстане. Путь к современному и комфортабельному жилью занял лоупроектировщиков-строителей не меньше полувека. С обретением независимости в Казахстане начали возводить дома с просторными и удобными квартирами, там, где продумано все до мелочей. Наш корреспондент Марк Брюшко посчитал, сколько домов построили в нашей стране за 30 лет и заодно вспомнил, как менялась наша столица. Население Казахстана 19 миллионов человек и каждому нужно где-то жить. Сколько домов построили в стране с момента обретения независимости? Как изменился привычный нам облик крупных городов? Разбираем на конкретных примерах. Ответы могут вас удивить. В это сложно поверить, но еще 30 лет назад здесь, в самом центре левого берега столицы, практически ничего не было. Да, собственно говоря, и самого левого берега столицы не было. Так что же здесь стояло? Самые настоящие дачи. Ну, к примеру, такие, как здесь. Там были огороды. Там был, значит, комсомольский поселок, поселок Заречный, Новый Заречный, поселок Тельмана. Ну, это небольшие такие, жилые образования такие, ну, небольшие там. Ну, человек 50, 200, вот так. Все многоэтажные здания находились на правом берегу. Так предполагал старый генплан. Основу его жилого фонда составляло панельное советское наследие. В 90-х домостроительные комбинаты стали закрываться. Поэтому отечественные специалисты сделали ставку на более универсальные методы. Их и использовали, отстраивая новую столицу. Тот же традиционный кирпич, который столетиями, значит, опробованный материал. И который позволяет строить дома, в принципе, до 12 этажей. Ну, и использовались частично каркасные здания. 936 223. Именно столько жилых домов построили в нашей стране в период с 1991 по 2020 год. Больше всего в Туркестанской области. Настоящий бум в отрасли произошел в период с 2006 по 2010-й. Почти 217 тысяч зданий. За годы независимости по всем источникам финансирования построено порядка 170 миллионов квадратных метров нового жилья. Свыше полутора миллионов семей получили возможность улучшить свои жилищные условия. С 1991 года инвестиции в жилищное строительство составили более 11,5 триллионов тенге. Вот еще один пример. За годы независимости на карте Алматинской области появился новый район – Раимбекский. Из года в год он становится привлекательнее для новых жителей. Ну а хорошие инвестиции обеспечили стабильное развитие жилищного строительства, социальной и других сфер жизни. Его население уже превышает 40 тысяч человек. Из покон веков наш казахский народ сохранял свои границы. И решение вновь основать Раимбекский район – это стратегический шаг. Сейчас, благодаря активным преобразованиям, развивается экономика, появляются новые предприятия и, соответственно, рабочие места. А главное – возвращается молодежь, чтобы внести свой вклад в развитие Наренкольского региона. Казахстанские строители научились не только использовать, но и производить любые материалы. Для самих работ и дальнейшей отделки. Теперь мы радуемся разнообразию архитектурных форм и элементов украшения. А самое главное – каждый может выбрать дом, который придется ему по вкусу. Марк Брюшко, Гульнар Жандасова, Хабар, 24. Продолжим выпуск. С начала года в город Жем в Актюбинской области переехали 10 семей. Решившимся на переезд предоставили квартиры в пустующих домах. В конце 90-х, после расформирования научно-исследовательского испытательного полигона и вывода российских войск, в городе опустили несколько пятиэтажек. За годы независимости все дома и соцобъекты обеспечили инженерными коммуникациями. У небольшого городка в Мугалжарском районе есть перспективы, уверены власти и местные жители. Куантай Мохамбетов в бывшем военном городке МБА-5, сейчас он называется Жем, живет и работает больше 25 лет. Хорошо помнит то время, когда его покинули российские военные. Население здесь сократилось в 10 раз. В пустующих этажных домах пришли в негодность системы вода и теплоснабжения, канализации. После расформирования, после 99-го года, здесь ни газа, ни воды, ничего нет не было. Мужику топили, было такое. Потом воду дали, провели газ полностью. 2000-е годы начался потихонечку, каждый год все к лучшему, к лучшему. На восстановление инженерных коммуникаций в Жеме потратили больше полумиллиарда тенге, а еще в городе отремонтировали школу, детский сад и дом культуры. Пока в учебном заведении, рассчитанном на 520 мест, всего 250 учеников. Но, несмотря на это, сюда едут молодые специалисты. Морал Куанышбай в этом году окончила вуз и решила начать здесь свою профессиональную деятельность. Во-первых, хотела работать в своем районе. Решила, что начну трудиться в маленьком городе. Для меня это было интересно. Моя цель – делиться своими знаниями с детьми. Из 20 многоквартирных домов в Жеме заселены пока лишь 8. Но уже в следующем году количество жителей в городе, как ожидается, увеличится. Сюда планируют перевезти воинскую часть из областного центра. Для военных в городе Жем подготовили 195 квартир. Это одна из трех-пятиэтажек, в которой планируют расселить семьи военных. Специалисты говорят, что они полностью готовы к приему новых жильцов. Здесь исправно работают все коммуникации. Осталось дождаться отопительного сезона и подключить тепло. Пока в Жеме планируют принять 1300 семей военных. Если мест в работающей сейчас школе будет недостаточно, начнут ремонт старого трехэтажного здания. По мере необходимости будут приводить в порядок и остальные пустующие строения. Мы недавно поставили 5 домов. 575, 584, 542. Эти дома мы на свой баланс возьмем. Будем проводить ремонт. А там до этого, когда мы в городе воду, канализацию, всю инфраструктуру когда делали, на эти пустующие дома канализация, вода, все, отведены, там готовы. Жилье могут предоставить и всем желающим переехать сюда. Но для переселения молодых семей, говорят жители, нужно создавать рабочие места. Поэтому одна из основных задач местных властей и развитие малого и среднего бизнеса. Наталья Салькова, Айбек Даутов, Хабар-24, Актюбинская область. Больше миллиарда тенге выделили в этом году на развитие предпринимательства в Мангустаусской области. Кредиты на развитие и открытие своего дела в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства получили 154 человека. Сельским и городским предпринимателям помогла программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек». По региону заработали салоны красоты, швейные мастерские, кулинарии, детские сады, животноводческие фермы. Воплотить мечту об открытии детсада «Морала Ли» помогла программа «Янбек». Выгодные условия и процентные ставки потолкнули многодетную маму к созданию своего дела. Сейчас детсад посещают больше 100 детей из близлежащих районов. Родители здесь привлекает развернутая дошкольная программа. Получили кредит в пределах 10 миллионов по 6 процентов на 5 лет. Я как финансист понимаю, что у них самые удобные условия, выгодные. Переплата небольшая, во-первых, то, что для бизнесмена это первый плюс идет. Собрали один документ, получается, они проверили и дальше второй этап. В течение недели даем и они рассматривают. В третьей неделе, получается, они выдают уже запрошенную сумму. Благодаря кредитованию по линии фонда финансовой поддержки сельского хозяйства предпринимателями могут стать и безработные жители. Говорят специалисты, кредиты получают на срок до 6,5 лет и всего под 6 процентов годовых. Предусмотрены льготы по снижению процентной ставки до 4 процентов для многодетных и малообеспеченных семей. Для городских предпринимателей это будет составлять сумма 20 миллионов тенге. Сельдер-живот-модовская культуры предусмотрена сумма в размере 4 миллиона тенге, это максимальная сумма. А для других видов предпринимателей там 6 миллионов тенге для сельских жителей. Через три месяца человек должен подтвердить целевые использования займа. Для того, чтобы стать участником программы Янбек, нужно пройти обучение основам бизнеса. Получив сертификат и собрав нужный перечень документов, человек может обратиться в областной филиал фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. До конца года есть еще 120 миллионов тенге, на которые мангостаусы могут открыть свое дело. Новый маслозавод откроется в северо-казахстанской области в 2023 году. Предприятие построит компанию «Маслодел». Уже подписано соответствующее соглашение с Банком развития Казахстана. Эта организация выделила на строительство 11 миллиардов тенге. Какое влияние окажет завод на развитие региона в нашем сюжете? Новый завод по переработке масличных культур позволит не только покрыть внутреннее потребление масла, но и отправлять продукт на экспорт. Его мощность составит 1200 тонн в сутки. Первую партию предприятие выпустит в 2023 году. Завод мультикультурный. То есть будем перерабатывать семена сои, подсолнечника, рапса, льна. На входе мы имеем семена, на выходе мы имеем протеиновые высокобелковые корма, которые остро нуждаются в Казахстане. И также сырое масло. Близость к сырьевым ресурсам, использование европейского оборудования и новейших технологий, а также квалифицированные кадры создадут высокую конкурентоспособность предприятия. На территории завода будут храниться семена масличных культур, что снизит себестоимость выпускаемого продукта. Данный проект финансируется в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса 2025» и государственная программа «Индустриально-инновационного развития». Мы предоставили финансирование сроком на 12 лет. Сумма займа составит 11 миллиардов. Итого общая стоимость проекта составляет 15 миллиардов тенге. Запуск завода укрепит лидирующие позиции Североказахстанской области в качестве производителя семян и масличных культур. На нем будет создано 217 рабочих мест. Объемы производства и экспорта продукции увеличатся до 300 тысяч тонн в год, что нарастит долю переработки в регионе с 30 до 60%. Иван Тулинов, Марат Диханбаев, Хабар, 24. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова